Токшоу 5 Угол Интернет-ресурсо Центр Тяжести Лев Мариупольский, режиссер, продюсер Шавкат Сабиров, президент Интернет-ассоциации Казахстана Марат Мулкубаев, пиратская партия Казахстана Денис Григорьев, он же Карандаш, известный рэпер Вот уже около месяца интернет-сообщество нашей страны лихорадит Многие сайты пестрят заголовками «Спасти Казнет» От чего, собственно, нужно спасать Казнет, мы и будем сегодня обсуждать Тема нашей сегодняшней программы «Казнет из ДЭД» Азамат Амаров, представитель Казахстанской ассоциации интернет-развития и ресурсов Один из возмутителей нашего Казнета, сегодня гость нашей студии Встречаем Здравствуйте, присаживайтесь Ну вы прям меня запутали Садитесь, куда вам удобно Скажите, пожалуйста, а почему Казнет из ДЭД? Проблема в том, что поправки, которые сейчас вышли Они немножко как бы не коррелируют с законами интернета То есть проблема в том, что большинство сайтов в мире Самые популярные, да, это сайты, на которых контент генерируется пользователем Ну то есть сами сайты выступают площадками То есть начиная с поисковиков, там, гугла и так далее Заканчивая там видеохостингами и другими То есть по сути ежедневно интернет наполняется контентом, который создают пользователи И в данных поправках проблема в том, что использование нелицензионного контента Трактуется таким образом, что наказывается сайт не за то, что он отказывается удалять нелицензионный контент А за сам факт нахождения нелицензионного контента на сайте Риски очень велики, мало того, скорее всего они стопроцентны Подпасть под данный закон То есть вы считаете, что в связи с этим наш Казнет умер с этими поправками? Закон нынешней поправки, да, трактовки, ну то есть формулировки нынешних поправок Они совсем некорректны, они не позволяют функционировать подобным сайтам Скажите, а почему тогда вот шум вокруг этих поправок начался именно после их вступления уже в законную силу, а не до того? Ведь много шли обсуждения по этому поводу, много говорилось Почему такая реакция случилась именно после того, как они вступили в силу уже? Шум начался давно, шум начался еще в конце весны прошлого года Несколько организаций заявили о том, что они хотят внедрить подобный закон, такие поправки Но все, что мы не делали, то есть мне даже посчастливилось побывать на последних заседаниях рабочей группы в Можилисе Вот, где я, конечно же, был против данных поправок, но их просто проигнорировали Вот и все То есть вы считаете, что в принципе в интернете должен господствовать все-таки анархический строй? Это некорректная формулировка В интернете должна господствовать, как бы, должен господствовать, конечно же, порядок Мы не отрицаем само понятие авторского права Мы говорим о том, что авторское право надо защищать Проблема в другом Проблема в том, что мы сейчас за последние 10-15 лет шагнули вперед То есть и вот этими поправками Вы считаете, что это произошло благодаря интернету? За 10-15 лет шагнули вперед Интернет шагнул вперед за 10-15 лет технологии И получается так, что эти поправки Законы человеческие не могут быть выше законы, можно сказать, даже физики То есть технологии, они идут вперед Надо подстраиваться под технологии, а не наоборот То есть во всем мире, в интернете информация распространяется очень быстро И многие даже исполнители и авторы, они используют интернет в себе на благо Но есть ряд людей, в том числе и правообладателей, которые хотят притормозить технологии А почему вы думаете, почему они этого хотят? Ну, смотрите, допустим, то же самое Наказание за то, что у вас находится лицензионный контент Он заставит все площадки делать там тотальную премодерацию Вы себе представляете, в Казахстане есть хотя бы, не то что на сайте, а вообще специалист Который скажет, что тот или иной ролик именно от такого-то автора и так далее То есть вы считаете, что здесь прежде всего несовершенство самого закона об авторских и смежных правах Нежели какое-то несовершенство было в нашем интернете То есть сначала давайте разберемся с законом об авторских и смежных правах А потом будем говорить о его внедрении в интернет, о его применении или о чем-то другом, так? Да, у меня есть как бы выдержки из закона, могу зачитать То есть предыдущая версия закона, она, конечно же, предусматривала защиту авторских прав в интернете В том числе, да Но вот нынешние поправки, как бы, они внесли такую сумятицу, да Что даже трактовки самих законотворцев, да, они входят в противоречие друг другу То есть вы считаете, что эти поправки, они еще больше внесли анархии, нежели она была раньше, да? Эти поправки, они говорят о том, что ресурсы, которые, в принципе, предусматривают Как бы предоставление пользователям контента, да, они вообще не должны существовать Понимаете? Ресурсы, которые во всем мире являются самыми популярными, они в формат данных поправок никак не входят То есть вот я так считаю Спасибо Может быть, кто-то из студии нам сможет сказать, о какой, собственно, строй должен царить в интернете Татьяна Бенц, генеральный продюсер Центра тяжести Тань, на твой взгляд, какой строй должен быть в интернете? Очень просто, интернет это зона свободы Там не может быть, причем нужно отделять понятие свободы от понятия анархии, да То есть мы сейчас не будем вдаваться в тонкости политических, политические тонкости Интернет изначально это то пространство, в котором рулят пользователи И, на мой взгляд, любые попытки в любых государствах мира Каким-либо образом попытаться контролировать мозг граждан Приведет, но в лучшем случае, знаете, там Герберту Уэллсу, да, все Знаешь, ну вот я очень хорошо То есть я просто хочу сказать, что они изначально Изначально Они просто, это невозможно сделать вообще То есть мы можем тактически какие-то вещи там производить, да Но стратегически контролировать интернет невозможно Можно пытаться ограничивать Вот смотри, сейчас же получается закрыть, да, закрыли касторку То есть вот получается же контролировать интернет Касторку закрыли, будут ходить на польские сайты На польские торренты, российские торренты Куда хотите, на американские торренты Ну вот о том, как ходить на другие торренты, мы поговорим позже Боже, ты мне скажи. Вот смотри, раньше в интернете не было возможности посмотреть кино, скачать какую-то музыку. Мы все ходили на концерты, мы все ходили в кино. Разве это не большее удовольствие? Ты со мной не согласна? В 19 веке, собственно говоря, молодые девушки в свободное время проводили завязаниями, вышиванием. Но почему бы нам не заняться этим сейчас? Спасибо. А вот что думают по поводу этих поправок представители нашего шоу-бизнеса? Внимание на экран. Вы знаете, я на самом деле не могу ответить однозначно. Ну, за я или против. Потому что и в том, и в другом случае есть и плюсы, и минусы. Да, я согласен с этим законом, потому как люди, которые снимают фильмы или же пишут песни, они имеют право получать проценты с того, что люди будут скачивать или смотреть. Я против того, чтобы в интернете скачивали песни, клипы бесплатно. Потому что в песни, в клипы вкладываются деньги. И хотелось бы получать за это какое-то вознаграждение, как это во всем происходит, во всем цивилизованном мире. Я поддерживаю двумя руками, потому что этот процесс уже должен был начаться намного раньше. Я всегда во всех интервью, касаемых разговоров о пиратстве, всегда повторял одну и ту же вещь, что в 99-9 десятых всех аудио, скажем так, носителей, которые производятся в Казахстане, они сделаны, они, скажем так, продаются пират. Это пиратская продукция. У меня такое неоднозначное, вы знаете, мнение по этому поводу, потому что, как всегда, когда что-то происходит, нужно смотреть в корень, кому это выгодно. Давайте сейчас встретим человека, которого интернет обворовывает. Звезда отечественного шоу-биза Ерлан Кокеев, встречаем. Здравствуйте, Ерлан. Присаживайтесь. Ерлан, вот вы не бедный человек. Вы свое имя заработали прежде всего тем, что вы давали концерты собственные, что вы выпускали диски. Это так ведь? Ну, это, с одной стороны, конечно, так. Мне немножко повезло, потому что я все свое творчество начинал в эпоху Советского Союза. И к тому времени не было ни интернетов, были гастрольные концертные, гастрольная концертная деятельность, где нам приходилось это все делать живьем, таская колонки и выступая перед аудиторией. С развитием интернета, Ерлан, ваши доходы поубавились? Я бы так не сказал. Нет. Их стало больше? Вы стали больше и больше популярным человеком? Ну, отчасти да. То есть пираты вам в итоге помогли заработать? Конечно, естественно. Спасибо. Давайте, у нас есть видео с вашим участием. Давайте его посмотрим. Внимание на экран. Наш герой Ерлан Кокеев. Тогда, Ерлан, как связаны твои слова о том, что все-таки пираты помогли тебе сделать свое имя и заработать деньги? И вдруг ты сидишь за рулем трактора, которым давишь безжалостно те самые пиратские диски. Правильность сделал. Здесь палка о двух концах. Смотря о чем говорить. Если, к примеру, скажем, пираты выпускали пиратскую продукцию, естественно, они делали рекламу, соответственно, моя популярность росла. Соответственно, за счет уже концертов и выступлений я с этого тоже зарабатывал. Естественно, пиратство – это не совсем правильно. Это неверно. Это в корне уже неправильно. Но что происходит на сегодняшний день, что бы я хотел сказать и донести, многие из творческих личностей, будем так говорить, те, кто поет, выступает, не говорю за всех, вот скажу в частности за себя, недостаточный поток информации. Мы многие вещи не вникаем, не понимаем, тем более в юриспруденческих каких-то моментах вообще от этого мы далеко. На этом у нас есть наши специалисты, которые за нас это все прекрасно делают. Но я знаю одно, знаю следующее. Когда мы будем понимать, что за тот продукт, который мы сделали, который мы придумали, связь с космосом наладили, сделали, его выпустили, если с этого, соответственно, мы будем получать, зарабатывать деньги, это прекрасно, это чудесно. Какой недостаточный поток информации, я вам скажу, следующего характера. Многие из моих коллег говорят, да, вот мы хотим раскручиваться, мы хотим, чтобы про нас знали больше, без проблем. Заключайте договора, запускайте, чтобы ваши музыкальные произведения крутились в интернете бесплатно, и на этот счет тоже есть такая платформа, тоже можно. Если вы хотите зарабатывать, соответственно, вот я, например, до этого как бы не знал, пообщавшись уже с специалистами грамотными, они мне просто-напросто грамотно это все и объяснили. Я за эти проправки, я за то, что наши права будут защищены, и я за то, что мы будем там зарабатывать, это отлично. Дмитрий, а можно вопрос? Да. То есть вы за то, что, предположим, какой-либо человек выложил ваше видео, не согласовав с вами, не имея с вами никакой договор, выложил его на популярном ресурсе, его скачало энное количество тысяч человек, и за это ресурс был бы закрыт, потому что на него, в смысле, вот люди, отслеживающие, в смысле, все вот эти вот вещи, да, они бы выяснили, что это незаконно, что это пиратский контент, договора нет, подписи нет, Ерлан Кокеев не в курсе, и в итоге этот ресурс, который принес вам популярность и принес, может быть, еще энное количество тысяч поклонников, был бы закрыт. Вы за это? Я за то, чтобы был порядок, в первую очередь. Говоря о вашем вопросе, я не вникаю абсолютно по поправкам и законам, то есть на этот есть, наверное, соответствующий орган, который будет делать именно с этой организацией, я этого не знаю, но я бы хотел с этого зарабатывать деньги. Это не мое дело, к примеру, скажем, да, но если это все будет по справедливости, и правда, я за это. Вот мне кажется, Женя, это очень такая серьезная, серьезная... А вот сейчас мы спросим о юридической подоплеке этого вопроса у Тимирлана Тулигенова, кандидата юридических наук, председателя авторского общества АБРО, и он сегодня в нашей студии. Тимирлан, вот вы можете как-то прокомментировать Танин вопрос, который, в общем-то, повис в воздухе? Вы знаете, надо все-таки действительно начинать с самого главного. А вот и Азамат сказал, и Ирлан подтвердил. Самая главная проблема в том, что наши творцы, авторы, исполнители, они вообще не знают, что такое авторское право. Только человек, знающий о своих правах, вправе принимать решение, как ему бесплатно, либо платно размещать свое творение. К сожалению, этого нет. Тогда опять получается, что этот закон был преждевремен. Нет, закон не был преждевремен. Вы поймите, что те поправки, которые сейчас внесены, вступили в силу, они касаются прежде всего административной статьи и уголовной статьи. То есть сам закон об авторском праве и смежных правах действует с 1996 года, и там еще с 1996 года есть право на так называемое всеобщее доведение, сведения. То есть как раз-таки это идет речь об интернете. Вопрос в другом. В том, что действительно абсолютно творческие люди, которые учатся в тех же консерваториях, академиях искусств, они, их учат создавать эту интеллектуальную собственность, а как на ней зарабатывать, их не учат. Соответственно, с другой стороны... То есть тогда мы им запретим зарабатывать, пусть они научатся, а потом мы будем думать, да, как же все-таки они будут зарабатывать. Нет, ну вы поймите, что... Потом, знаете, мне вот интересно. Наши же звезды, кино, музыки, и важно, они очень хотят популярности. Им нравится, что их любят. Разместиться на телевидении ротация безумно дорогая. А здесь был интернет. Бесплатно и всегда пожалуйста. Тогда почему же мы им крылья-то обрезаем? Вы поймите, что в нормальном шоу-бизнесе, цивилизованном во всем мире, популярный это значит богатый. То есть в цивилизованном шоу-бизнесе любое движение, связанное с использованием их интеллектуальной собственности, оно приносит деньги. Это вопросы, конечно, стратегии, как размещать бесплатно на тех или иных сайтах. Это не вопрос. Это компетенция продюсеров и так далее, промоутеров. Но с другой стороны, это очень четко спланированные действия. То есть люди понимают, зачем они заходят в интернет. У казахстанских деятелей шоу-бизнеса, точнее той бизнеса, этого понимания нет. Поэтому они до сих пор зарабатывают только на... Вот мы их научим этим, так сказать, за счет этих поправок уважать свой труд. Во-вторых, я вот, например, сейчас сделал такой шаг, пошел в ту же Академию искусств и преподаю творческим людям, что такое вообще закон и как нужно управлять своими правами. Глобальная проблема, опять-таки, в том, что в учебной программе наших творческих вузов, в которой буквально там даже пяти их не наберется, нет вот этого предмета авторское право. Даже журналисты не знают, что это такое. То есть мы все сейчас в основном потребители... То есть вы по-прежнему считаете, что поправки к закону не преждевременны? То есть они своевременны? Нет, они просто логичны, потому что в законе самом об авторском праве это было. И теперь следующий шаг, это как раз-таки реализация этой ответственности, этого отношения государства к этому деянию в административном кодексе и уголовном. Поэтому вопрос, конечно, в другом, в том, что сейчас пойдет обычная работа по поводу фиксации этих нарушений. И вот, например, Азамат вот сидит... Я тоже был свидетелем прошлогодних дискуссий в рабочей группе в Мажелесе, где абсолютно на равных условиях были так называемые правообладатели и так называемые пираты. У нас депутаты, вы сами понимаете, они не профессионалы в каких-то вещах. Была возможность у тех или иных, там, и того же Азамата защитить, то есть обосновать свою точку зрения. Ну, депутаты не приняли его точку зрения... Азамат, вы не смогли защитить свою точку зрения, не смогли ее обосновать? И из-за этого эти поправки вступили в силу? Трудно было обосновать мнение среди людей, которые имеют, ну, скажем так, ну, я думаю, недостаточную компетентность в вопросах интернета. Это вы сейчас про наших депутатов говорите? В том числе. Спасибо. Лев Мариупольский, известный кинорежиссер, продюсер, сегодня гость нашей студии. Лев, как вы считаете, вы как кинопродюсер, вы за эти поправки? Ну, смотрите, здесь есть сразу несколько вопросов, и я предлагаю тему разделить на две части, да, вот этих поправок, которые касаются интернета. Первая часть относится к ограничению анонимности в интернете, и про это вообще никто здесь не говорит. Это вообще вполне закономерная вещь, поскольку, как бы, все государства и спецслужбы проморгали интернет как явление социальное. И сейчас, ну, мы входим в эпоху реакции, когда гайки будут закручиваться, и это нормально, я даже не вижу смысла с этим бороться. Сорм-2, в конце концов, работает, и не стоит про него особо говорить. Вторая часть — это вопрос, касающийся авторских прав. И, в принципе, я понимаю, зачем и как это делается. Преждевременность закона, на мой взгляд, заключается в том, что никто из уважаемых здесь господ, которые пытаются управлять правами или интернетом, не предлагает альтернативы. Скажем, у меня есть аккаунт на iTunes, и он американский. Я покупаю там музыку, на самом деле, доллар за трек, или беру фильмы на прокат, там, это стоит полтора доллара на один просмотр. Ничего подобного в Казахстане нет, и iTunes в Казахстане тоже не работает. Простите, как я могу посмотреть «Наш любимый доктор» легально? Кто-нибудь мне скажет? Можно я? Да, конечно. Какая будет альтернатива, когда царствует пиратство? Подождите. Какой смысл делать? Ну, допустим, передача «Пятый угол». Аналогично. Вы ее выпустили, я договорился, скопировал, купил частоту и вещаю одновременно с вашим. Или даже раньше, чем вы, на один час. Куда люди придут смотреть? Я думаю, пятый угол будет час. Потому что я приду, я буду публиковать ее раньше. Вы знаете, я вот в этом случае, Татьяна абсолютно права, я только буду счастлива. Они будут счастливы с секретингом, но это только лучше. Чем больше зрителей посмотрит мою программу, тем я буду довольна. Проблема здесь не в этом. Это здорово. И альтернатива придет только тогда, когда будет цивилизованный рынок. Это то же самое, что зачем вкладывать деньги туда, где все беспощадно воруется. То есть, вы полагаете, альтернатива возникнет после запрета? Вот это то, чего я пытаюсь все время добиться. То есть, мы сейчас приняли эти поправки. Хорошо, они приняты, они работают. Я сейчас готов платить деньги. Кому? Вы сейчас же пользуетесь айфонами, вы покупаете, не удивляетесь. Это все есть. Я по-прежнему готов платить деньги. Это в бюджет Соединенных Штатов. И сегодня, и сегодня, это правообладателям бюджета или Соединенных Штатов. Это не работает в Казахстане. Только потому, что у меня есть карточка американская работает. Ситуация здесь такая, что люди забывают, что авторское право, это прежде всего предпринимательское право. Почему Льву, вот вы задаете вопрос по поводу там, наш милый доктор. Я так понимаю? Ну, пожалуйста, обратитесь к правообладателю киностудии «Казахфильм». Подложите им, дайте мне право, дайте мне право, чтобы… Это очень просто делается. Я там три года работал на киностудии. Я просто потребитель, я хочу посмотреть кино. Я не собираюсь заключать договоров. Вот деньги, дайте кино. Ну, окей. Для этого, понимаете, как только приняты эти поправки, любой предприниматель может сейчас обратиться на эту киностудию. Дайте мне право, чтобы я выложил это в интернет. Какие проблемы? До того, когда предприняты эти поправки, ничего такого нельзя было сделать? Ну, потому что на киностудии, видимо, не было такой стратегии, такой политики. Почему вы не воспользовались всем этим, чтобы организовать подобные сервисы? Простите. Знаете, я хотел… Ну, извините мне, я, кстати, прилагал. Кому вы просто не сошли? На киностудии руководству. Они живут на госбюджет, они денег не зарабатывают. Друзья, мы давайте я заматываю. Извините, то, что происходит сейчас в Казахстане, это далеко не уникально. По всему миру проходят протесты против ужесточения авторских прав в интернете. То есть только за последний месяц там были вплоть до митингов в США, в Чехии, в Польше, где во всех этих странах не смогли принять законы. Это было и в Эстонии, это было и в Венгрии. То есть перечислять и перечислять. Только за последний месяц. Так каждый месяц происходят эти протесты, протесты, весь мир против. В Швейцарии полтора месяца назад не приняли поправки в парламенте и вообще отказались их принимать. Основание было такое, то есть провели исследование в Швейцарии, и выяснилось, что никакого ущерба свободное распространение в интернете не приносит. Мало того, это добавляет доходов, ну, скажем так, покупаются диски больше. Люди смотрят кино. И почему так происходит? Парадокс был в том, что люди, даже те, которые могут скачивать как угодно, откуда угодно, они в любом случае имеют четкую такую бюджетную привычку ходить в кинотеатр раз в неделю, допустим, покупать диски себе домой. Да, я кучу народу знаю, которые по 200, по 300 лицензионных дисков имеют дома, при этом скачивают с интернета и могут скачивать и дальше. То есть эти исследования в Швейцарии, они тоже не уникальны. До этого они были в Соединенных Штатах и еще раз в Европе проводились. То есть практически нет ни одного исследования, да, говорящего о том, что свободный файлобмен приносит ущерб. То есть вы понимаете, да, то есть если вы едете, допустим, в машине, да, произошло ДТП не по вашей вине, а по вине как бы другого автолюбителя, да, вам все равно, на Волге он вас там покорежил, на КамАЗе, на чем угодно, да, если он вам как бы ущерб там 500 долларов причинил, он должен вам возвратить 500 долларов. Так проблема в том, что правообладатели в мире не могут внятно сказать, где ущерб. Если нет ущерба, извините, о чем вопрос? Пока так. Хочу заметить, что ситуация в Казахстане была создана теми людьми, которые сейчас ее пытаются таким способом решить, просто они раньше про это не подумали. Я хочу внести ясность. Все те поправки, которые сегодня говорит Азамат, которые сейчас происходят, это когда пиратов хотят приравнять к террористам. То есть те поправки, которые сейчас у нас приняты, они приняты были, например, в Северной Америке еще в 98 году, Digital Millennium Act. Это уже все есть и так далее. Просто сейчас они хотят приравнять к террористам. Что такое в Америке или в Европе вас приравняют к террористам? Это блокировать ваши счета, это следить ваши финансовые потоки, это вы как настоящий террорист. То есть у них идет не просто ужесточение, а практически давление на человека с точки зрения террора уже. Это Шавкат Савьеров, президент интернет-ассоциации нашей страны. Татьяна, извините, мы обязательно поговорим о том, что грозит нашим нарушителям поправок нашего закона, но об этом чуть позже. Сейчас я хотела бы вернуться к тому, что вот мы говорили о том, что ну идите и покупайте диски в магазинах. Вот именно по этому поводу у нас есть небольшой сюжет на эту тему, кстати, скачанный с интернета. Внимание на экран. Доброе время и суток. Совсем недавно мы нормально скачивали фильм из торрентов. Вышел новый закон, который запрещает категорически качать и раздавать пиратский контент. Я могу понять этот закон. Если бы средний заработок в Казахстане был бы тысячи долларов, хотя бы. Сто процентный позитивчик? А какой же средний заработок в Казахстане? Примерно 25 тысяч тенге. А теперь время математики. Допустим, я работаю охранником, который зарабатывает 30 тысяч тенге в месяц. 30 тысяч тенге, который я зарабатывал целый месяц. А ведь мне еще нужно погулять с друзьями, погулять, заплатить за жилье. Но хавать мне нужно, хавать. Не остается денег. Вот и все. Казнят. Рип. Вот. Для того все картинки тоже лицензионные на экране будут. Конечно. Вот. Я вот об этом хочу поговорить. Ведь это действительно так. Ведь диски в наших лицензионных магазинах стоят на самом деле очень дорого. Более того, не все можно там найти. Все, что хотелось бы. Говорили про казахфильм. Знаете. А попробуйте вы купить фильм казахфильма, да? Просто прийти в один из наших магазинов и найти тот фильм, который бы вы хотели. Транссибирский экспресс, кровь и пот. Я не знаю. Это 20 века. Да. То есть это найти невозможно. А посмотреть хочется. Хочется показать своим детям, чтобы они воспитывались на хорошем классическом отечественном кино. Что делать в этом случае? Вы знаете, что вот с 30 февраля я по сути... Ой, с 30 января в интернете, в прессе речь идет только об одном, когда у меня берут интервью, что люди элементарно не читали закон. Вот в этих поправках никакой ответственности за скачивание нету. Речь идет только о предпринимателях, которые создают специальные интернет-ресурсы для распространения пиратской продукции. Мы об этом поговорим в следующей части нашей программы. Я сейчас спрашиваю, что делать людям, которые бы хотели это смотреть. Этого нет в магазинах. Вот я вам простой пример привела. Казахфильм. Мой милый доктор. Нету в наших магазинах этого фильма. Очереди. Да, очереди бы стояли. Дорого все. На самом деле купить диск за 3-4 тысячи, это не всем по карману. Что делать этим людям? Надо просто обратиться на ту же киностудию Казахфильм, чтобы они... Простому человеку, который живет по улице Авая, там 58, в квартире номер 17. Нет, извините меня, для этого есть ассоциации, которые могли бы давным-давно... Я тому же Азаматов в прошлом году, когда он обращался ко мне, как к эксперту, что делать? Я ему еще тогда предложил. Проблем нет. Обратитесь к правообладелям. Уже сейчас начинайте работать с тем, чтобы насытить свои сайты легальным контентом. Послушайте... Ну, здесь же, мы же в конце концов, нас всего... Послушайте его песню, мне выглядит странно, и он умер. Прекрасно. Ну, честно. Ну, как к Казахфильму обращаться, чтобы в МДЖ пойти, чтобы... Не, ну, в конце концов, елки-палки, это в одном... Мы в одном городе находимся, неужели так трудно обратиться? Позвонить, приехать, там есть ассоциация. Мы с Казахфильмом находимся. У нас огромная страна, да? И какая-нибудь там опашка из какого-нибудь села хочет показать своему ребенку свой любимый фильм. И она идет на торрент, Евгения. Конечно. Так вот, замы, понимаете, что еще получается? Да. У нас закрыли наши отечественные торренты. Не, ну, кстати, бабушки продвинутые в интернете. Можно зайти на иностранный торрент, да, на американский, и скачать оттуда. Ну, мы будем смотреть американские фильмы. Таня, готовясь к этому эфиру, полезла в интернет, естественно, и наткнулась вот просто тут же на текст от Паула Каэли. Я думаю, не нужно говорить, кто это такой. И не нужно говорить, что это очень богатый человек, который издается просто уже практически миллиардными тиражами, переведен там на сотню языков и продолжает творить. И Паула Каэли... Более того, он приезжал в Казахстан. Он приезжал в Казахстан, естественно, Казахстан при большом популярности, но речь не об этом. Паула Каэли, вы понимаете, да, что, вот уже Азамат говорил, что во всем мире идут дискуссии вокруг ужесточения авторских прав в интернете, системы авторских прав, и в Соединенных Штатах тоже. И вот по этому поводу была реакция Паула Каэли. Он сказал, что он категорически против этих вещей. И почему? Он сказал, что интернет сделал меня популярным. Благодаря интернету продажи моих книг выросли в 30 раз. Только благодаря интернету. Я официально заявляю, что я разрешаю публикацию, скачивание абсолютно любых кусков моего текста, даже с любыми, может быть, даже авторскими, в кавычках, добавлениями, поскольку, что очень важно, я к чему это все говорю, он сказал очень важную вещь. Жадность должна быть ограничена. Жадность, вот это запредельная жадность западных лейблов, рекорд лейблов, издательств и не западных тоже. Ерлан, про жадность это вопрос к тебе. Вот твоя жадность должна быть ограничена. Жадность к исполнителям, жадность к тем людям, которые зарабатывают к исполнителям. Про какую жадность вы сейчас говорите? Вот, к примеру, скажем, тот же Пуэль, к примеру, скажем, да, если бы он заключил договор и выпускал бы свою продукцию легально, то в 300 раз он был бы богаче. Он и так как раз стал богатым благодаря правильному управлению своими правами. Поэтому, естественно, он может использовать интернет как продвижение, как все нормальные люди это делают. Вопрос еще раз стоит в том, что создатели интеллектуальной собственности до сих пор не знают, какие у них есть права. Естественно, как они могут принимать какие-то юридически значимые решения, если они не знают вообще, как можно на этом зарабатывать. У нас поэтому той бизнес, потому что люди знают, только вот он попрыгал на сцене, ему за это заплатили и ушел. Знаете, я немножко хочу, вот я к чему всю эту длинную эпопею-то говорил-то? Я бы хотела перейти от обсуждения шоу-бизнеса и проблем исполнителей и авторов, да, к обсуждению, собственно говоря, казнета, то есть казнета как индустрии. Вопрос казнет из дед, вопрос индустрия умерла или нет. Так вот, она, ну, может впасть в кому, собственно говоря. Почему? Все очень просто. Жадность – это борьба за рекламные потоки. Все замечательно. Когда появились интернет-ресурсы, на которых, когда появилась Касторка, она стала перетягивать рекламные потоки на себя. А рекламные потоки – это деньги. А денег в казахстанском интернете не очень много, господа, к сожалению. 20% рекламного бюджета, всего рекламного бюджета, который тратят казахстанские компании на продвижение в интернете, идет в казнет. 80% идет в зону Рунета. То есть казахстанские компании интернет-ресурсы зарабатывают только 20% от своих же, по идее, от рыночной емкости. Спасибо. Марат Молкубаев, пиратская партия Казахстана, сегодня в нашей студии. Марат, ваш взгляд на вот все, что сегодня мы здесь обсуждаем, как это оценивает наша пиратская партия? Вы знаете, мы уже полтора года участвуем на вот этих круглых столах, в этих дебатах. Я сам ездил в Астану на круглый стол, выступал перед депутатами. И прежде чем какие-то вещи достаточно жесткие вводить, нужно сначала подготовить аудиторию. В каком смысле? Весь мир, например, движется к тому, что есть для творческих людей специально сделанные лицензии, свободные лицензии Creative Commons, о которых мы уже полтора года говорим, мы просим, говорим, ребята. Сейчас интернет дает вот тому же Ерлану Кокееву и другим авторам, творческим людям, например, возможность продвижения своих, например, услуг, своих товаров, своих песен, возможность продвигать именно, не основываясь на вот этих авторских сообществах, самому сделать сайт. На этом сайте, например, ставить свои песни под разными лицензиями, там свободные лицензии, для некоммерческого, там разные лицензии, 6 лицензий есть. И, конечно же, вначале нужно было сделать предварительно... То есть сначала нужно было образовать и подготовить население? Сначала, да, нужно было сначала почву, поле, определить поле, наполнить его контентом. То, о чем говорит, например, Тимирлан, на самом-то деле этот вопрос, я уже говорил, что нужно весь, который, как россияне сделали, они сделали грамотно, они там, Союзмультфильм, да, вот весь скинули, оцифровали, скинули, там, Мосфильмовские многие фильмы, там, иви.ру есть, который, например, очень много фильмов, и советских фильмов, и современных фильмов, которые там эти сайты зарабатывают, ну, за какие-то маленькие деньги, например, можно просматривать. То есть то, о чем вот до этого говорили, абсолютно правильные вещи. То есть сначала нужно рынок, ведь о чем мы говорим постоянно в интернете, нету монетизации, нету каких-то сервисов. То есть он пустой на самом-то деле. То есть ни со стороны государства, ни со стороны вот те ребята, которые самостоятельно хотят двигаться, эти сервисы дают, их пытаются, ну, грубо говоря, переформатировать весь Казнет, сделать те ребята, которые самостоятельно двигаются, их, как бы, законодательно их ограничить, причем именно в зоне Киезет, не во всем, например, да, интернете, а именно в зоне Киезет. То есть этот закон имеет действие только в зоне точка Киезет, то есть в нашей казахстанской. Дальше они, у них нет уже, на самом-то, там уже существуют международные законы. А ваш взгляд, вашей пиратской партии, кстати, почему вы так называетесь, пиратская партия? Пиратская партия, это эпатаж, вызов обществу, я все время хотела спросить. Ну, ничего подобного, на самом-то деле пиратские партии появились вот именно благодаря торрент-трекеру Pirate Bay, пиратская бухта в Швеции, еще в 2006 году начались вот именно вот такие же баталии, когда пытались пиратскую бухту Pirate Bay закрыть, и начались судебные процессы, и когда начали выяснять, вот точно так же, вот как мы сейчас пытаемся выяснить, что такое хорошо, что такое плохо, там начали в судебном порядке выяснять. И выяснились очень многие интересные вещи, о чем? Что закрытие этого торрент-трекера, например, Pirate Bay, приводит к чему? К тому, что первое, ущемление прав пользователей, потому что там сидели, на тот момент сидели 800 тысяч пользователей. Первое. Второе, это доступ к информации. Третье, Pirate Bay, это чей-то ресурс, который, кто-то его поддерживал, кто-то туда деньги, то есть это частная собственность, на самом-то деле. И здесь получается, что в интернете, в интернете определить, где, например, переход из частной собственности, где ты нарушаешь фундаментальные законы, вот буквально полгода назад, он принял, например, законодательство о том, что доступ в интернет уже является правом человека. То есть его исконным правом. Так откуда вот этот закон? Вы понимаете, откуда он взялся? Откуда ноги-то растут? Теперь я вам скажу, откуда ноги растут. Во-первых, нужно четко себе понимать, вот до этого, когда говорили, да, о том, что денежные потоки, первое. Второе. Действительно, есть в мировом сообществе, есть вещи, которые происходят, вот мы, как пиратские партии, например, да, вот входим в международную организацию Pirate Parties International, да, которая практически вот в 60 странах мира есть, да. И пиратские партии участвуют, вот, против, например, да, вот принятия вот таких жестких поправок, там, СОПА, ПИПА, да, которые сейчас актом называются, ДИТИТИ, их на самом-то деле очень много. И вот эти жесткие ограничения ставят, нам повезло, в каком отношении? В том отношении, что в Америке сейчас идет, президентские выборы идут, праймеры сидут, да, и те люди, которые в Википедии, когда выступила против, да, и все пиратские партии, да, были против, Фейсбук, Гугл, да, и что произошло? Произошло, когда на 24 часа они закрыли свои сайты, мы сайты свои закрыли, в Сенате, всего лишь там было 12 человек, которые поддерживали, да, выросло против, да, до 42-х, и вообще эти законы законодательные акты перестали. Нам нужно в первую очередь, сейчас вот в 2012 году, да, стоит вопрос, в парламенте стоит вопрос о том, чтобы законодательные, есть закон о информатизации. Нужно сейчас блокировать этот закон, который прежде времени, он сырой, абсолютно сырой, надо его блокировать и перенести. Что будет делать в этой ситуации пиратская партия? Как вы собираете выступать против этих правок? Наша позиция простая, мы предложили еще в прошлом году, и сейчас вот предлагаем, вот чуть попозже будет выступать и представители Creative Commons в Казахстане будут выступать, мы предлагаем в первую очередь законодательно закрепить, то есть сделать как бы правовое поле, да, где люди могут, пользователи наши казахстанские, знать, что можно, что нельзя. То есть внедрить, законодательно закрепить свободные лицензии Creative Commons, первое. Второе, закрепить свободные открытые, открытое программное обеспечение, второе. Третье, нужно в Можилисе и в Сенате сделать по информационно-коммуникационным технологиям, сделать комитет, чтобы люди целенаправленно, депутаты работали, чтобы эти депутаты были подготовлены, чтобы они с нами, например, интернет-сообществом. Вот в России, например, президент встречался два раза с интернет-сообществом. Вы собираетесь встречаться с нашим президентом? Не просто, мы ему написали письмо о том, что вот нужно, господин президент, нужно рассмотреть вот такие-то, такие-то вещи. Вы ответ от него получили? Пока ответа нету, но я думаю, что мы ответ получим. Почему? Потому что сейчас, на данный момент, интернет, он настолько мощен, что он останавливает, например, во всем мире, да, вот такие движения против, например, да, против, мы ведь пользователи в первую очередь двигаем интернет, поддерживаем интернет, монетизируем этот интернет, потому что если не будет пользователя, не будет интернет, он никому не нужен будет. То есть пиратская партия сейчас ждет ответа от президента нашей страны? Нет, мы ждем на самом-то деле не только от президента, мы ждем от новоизбранного, например, от новоизбранных депутатов, ведь только вообще никакой реакции от наших депутатов нету, хотя вроде бы три сейчас партии, да, вот в Можилисе, да, ни от кого мы не ждем никаких движений, ведь хоть один депутат, который, например, у нас есть министры, да, депутаты, исполнительная власть, которая говорит, мы вышли, там, какие-то социальные сети, там, в Твиттер вышли, в Фейсбук вышли, правильно? Мы напрямую задаем вопросы и премьер-министры. Но ответов пока вы не получили. Пока мы не получаем, потому глухая стена. Все, спасибо. Видимо, в стопоре правительство находится. Мы прервемся на короткую рекламу и после нее узнаем, какой срок заключения грозит нарушителям непопулярных в интернет-сообществе поправок. Не переключайте. Ты что, уйти хочешь? Сейчас, секунду, я только глоток сделаю. Ты уйти, что ли, хочешь? А мне казалось, ты говоришь, что ты уйти хочешь. Все, второй части все. Дайте воду. Спасибо. Видно, да, что я трясусь? Видно, да? Сейчас мы, а я потом, ты что думаешь, первый раз, что ли? Все, дам, добавлю, здесь уберу. Здесь, слава богу, не прямой эфир. Да. Сейчас, секундочку, мы начнем, и вы... Это ток-шоу «Пятый угол». Сегодня мы обсуждаем судьбу Казнета. Можем ли мы качать пиратский контент? И что нам за это будет? Внимание на экран. Песни для тех, кто остался с интернетом. Нам говорят, штраф за скачение с Казнета. Ищет полиция, ищет юстиция. Захт нарушителей в наших столице. Ищет злодеев в других городах. Компьютер теперь для меня это страх. Вышку нажал, смотрю в монитор. Ощадь окончается, может, я вор. Фильмы, конечно, охота смотреть. Но не охота за фильмы сидеть. Как же нам теперь произвести качку? Да никак надо подержать какую-нибудь задачку. Ведь делать нечего, Казнета больше нет. А теперь вопрос, может, уйти в Рунет? Вот, Шавкат, скажите, пожалуйста, так что нам все-таки за это будет? За скачивание пиратского контента? За скачивание пиратского контента ничего. Так, а за размещение? Если вы создаете ресурс и не уважаете авторские права, за это предусмотрено наказание. И закон об авторском праве – это право творческих людей. То есть у нас по Конституции есть право у каждого из нас. Но просто есть огромное количество законов, которые в каждой сфере определяют ту или иную деятельность. Закон об авторских смежных правах дает право… У него же есть право у Кокеева? Или у него нет права? Давайте у него отберем и сейчас отменим все его права. У него есть право, как у творческого человека. Такое же право есть у журналиста, у режиссера, у фотографа. На то, что он производит труд своей собственной головой. И он имеет право зарабатывать на этом труде. И в том, что его право – это только его право определить, что он может отдать бесплатно, а на что он хочет зарабатывать. Если он для себя решает, что он отдает часть продукции в качестве рекламы и дает ее бесплатно для всего пользования – это его право. Это не наше с вами право. Это его, он его создал. Если, например, Ерлан захочет, что вот эта музыка у меня бесплатная, я готов, ребята, забирайте. Вот вы мне объясните, как это технически будет происходить. Вот я просто не представляю себе, как это будет происходить технически. Ерлан захотел, например, дал разрешение на размещение своих каких-то клипов, еще чего-то в интернете. Вот он написал эту бумажку. Он куда пошел? Как это будет? Это проверяющие органы будут требовать у интернет-ресурсов официальных договоров с Майклом Джексоном. Какие страшилки? С Ерланом Кокеевым летних юстон. Пока человек. С Витни Хьюстон. Пока человек. Ну, какие-то страшилки вы рассказываете, прям как будто у нас не страна, а тюрьма сплошная. Нет, мы спрашиваем. Вот я поэтому говорю, пока сам Ерлан не скажет, вот не обратиться с заявлением своим, что я, Ерлан Кокеев, обращаюсь с заявлением, что вот на этом ресурсе нарушаются мои лично авторские права, а не чьи-то другие. Только тогда будут предприниматься какие-то действия. Тогда скажите, а почему Косторку закрыли? Там что, кто-то написал Ерлан Кокеев или кто-то написал о том, что извините, я как правообладатель против того, чтобы размещали мой ролик, мой фильм, меня, мою речь. Я сам удивляюсь, потому что Намба, например, которая четко знает, что у нее часть страниц, где он, он сам знает прекрасно владелец, где у него пиратый контент, он закрыл часть этих страниц, а остальное же Намба работает. А вот скажите, вот мы вот уже об этом говорили, уже Азамат говорил о том, что вот войны с торрент-трекерами в других странах, они в общем кончились ничем, по сути, да? Торренты все равно в итоге выиграли. С торрентами нет смысла бороться. Это технология, это способ передачи данных. На той же Касторке огромное количество просто информации, которая не имеет отношения к пиратскому контенту. Как то? Как то. Например, файлами обмениваются, обмениваются программисты скриптами, ну и так далее, так далее. Что в этом плохого? Ничего плохого нет. Вы знаете, телеканалы в Казахстане используют торренты и Касторку в том числе, чтобы купленный лицензионный фильм перекачать, допустим, из Москвы в Казахстан, а потом показать на телеканале. Это не открытие, это нормально, это технология передачи данных. Евгений, есть еще один момент, как это может происходить. То есть, предположим, господин А является конкурентом господина Б, у них интернет-ресурсы конкурирующие. Так вот, господин А ночером, часик в три, размещает пиратский контент, а в 8 часов утра к нему приходят проверяющие и требуют, говорят, у вас размещен пиратский контент, вот, пожалуйста, мы вам выдаем предписание, вы обязаны там всяко и так далее, понимаете? То есть, я хочу сказать, что это может быть инструментом, во-первых, экономических войн, во-вторых, каких-то, может быть, даже и политических войн. Это может быть инструментом черного пиара, как угодно, господа. Давайте понимать, где мы живем, и давайте понимать, что цивилизация, которой, вы считаете, нету в Казнете, не добралась еще до очень многих сфер в нашей жизни. А вот я, кстати, насчет добралась, я вот хочу спросить, ведь российские торренты, западные торренты, их не закрыли. Все нормально, оттуда можно качать фильмы. Вот у меня полредакции, с удовольствием качает российские фильмы, продолжает. До них просто руки не дотянулись у наших законодателей, они тоже будут закрыты. Я не знаю, что будет. Вот знаете, если вот Таня говорит, например, об экономических, политических рычагах, то что стоит тогда тому человеку, у которого здесь закрыли ресурс, переехать границу в Россию, буквально 200 километров, и на том торренте разместить то, чего мы так здесь, видимо, чего-то боимся. Переезжать не надо. Или просто передать туда, и все это... В интернете даже нет этих границ, потому что... Хорошо, ну, к примеру, грубо. Вот он туда отправил, и мы получили все это с другого торрента. Я думаю, что авторские общества, они смогут с собой договориться, так как, например, первое музыкальное общество в России, которое является провладателем огромного количества музыкальных песен, текстов и так далее. И у нас в Казахстане есть первое музыкальное общество, по-моему, они представляют их интересы. Я думаю, они между собой договорятся, потому что право творческого человека самому определяют. Вот я знаю, что хочу спросить, вот сейчас под словом «они между собой договорятся» не подразумевается, что те торренты тоже будут закрыты? Я вот это хочу спросить. Можно два этих, две вставочки. Первое. По поводу решения, вот первый вопрос вы спросили, да, как можно решить вопрос вот с музыкальными, да, произведениями, да, как вот творческие люди. Буквально несколько дней назад, там, 3-4 дня назад Земфира выставила и прямо на своем сайте написала «Все мои альбомы, музыку всю мою скачиваете». Проблем нету. Абсолютно. Она выкупила все свои права и сказала «качайте, ребята». Первое. Второе. По поводу России, что торренты уедут, там, вот, касторка.ру станет, да, это тоже неправильно. В России, на самом-то деле, эта борьба началась 2 года назад. Если вы помните, торрент.ру переехал на рутрекер.орг. То есть там тоже, наверное, нашим делать нечего. То есть наши, если переезжать будут, он на орг и еще куда-то дальше. Нет, понимаете, я говорила в том случае, если мы чего-то боимся, да, экономических каких-то рычагов, политических, то ведь это очень легко можно сделать через российский торрент, если этого боятся, как сказать, правообладатели. Да, вот, спасибо. Женя, здесь видите момент какой. Нужно еще помнить о том, что авторское право – это частное право. Ни одна проверка правоохранительных органов, она невозможна без заявления правообладателя. Правообладатель не в праве, то есть государство не в праве прийти и само по своей инициативе провести эту проверку. Тем более, что если люди говорят, что казахстанский якобы контент вообще не пользуется интересом, чего волноваться-то, если у вас на сайте нету казахстанского контента, есть только российский. К вам, значит, придут только российские правообладатели. Вот вопрос как раз ответственности, да, про него почему-то никто не захотел говорить. Можно еще раз? На своей страничке, скажем, в Ювижене я размещаю фотографию Уитни Хьюстон, которая скачана через НРД и я правами на нее не обладаю. Вешаю музыкальный трек «I was love you» и видеоклип, да, который находится, например, на Киви, да. Вопрос, как бы, да, вот что меня ждет за это? Получайте удовольствие, пока семья и… Пока вас с вами не договорились, Лев! Получайте удовольствие себе и размещайте, делайте, потому что, для примера, не надо Уитни Хьюстону… Хорошо, берем Ирлана Кокеева. У Ирлана Кокеева 45 лет творческой деятельности, я размещаю его картинку и музыкальный трек. Вы получаете удовольствие, но ровно до тех пор, пока, если вы на этом начнете зарабатывать деньги и продавать его песни за музыки… За деньги. Ну, за деньги, извиняюсь. И он при этом скажет, а почему вы, собственно, мои песни продаете у себя за деньги и себе в карман мои деньги ложите? Ведь никто не говорит, что… Говорят о бизнесе, но говорят о том, что Косторка, не вкладывая деньги в создание музыки… Она и не зарабатывает. Ну, а торренты, они же были бесплатные, там никто не зарабатывал. Мы платили там любой конторе за интернет. Рекламный бизнес, вам же говорили. И до тех пор это будет висеть, пока Ирлан не придет и не скажет. Знаешь, мне просто не хочется, не объясняю почему, это мое право. Мне просто не хочется, чтобы он у вас не висел. Все понятно. То есть я так понимаю, что казахстанские торренты мы можем спасти, убрав оттуда рекламу. Я правильно это понял? К сожалению, все, что вы сейчас сказали, да, оно не отражено в законе. А вы не уберете. В законе четко написано, что за размещение будет пользователю сначала предупреждение, а повторно будет штраф 15-20 МРП с изъятием компьютера, по сути. Ничего другого, что сейчас трактовали, нет. То есть что сейчас происходит? Выпустили поправки, да, в которых просто дикие формулировки. И сейчас идут какие-то трактовки, которые никак не дружат с пунктами этих поправок. А иногда и противоречат. Я еще раз вам говорю, мы не против соблюдения авторских прав. Если автор по каким-то причинам не хочет, чтобы мы это распространяли, мы этого делать не будем. То есть мы не занимаемся распространением. Так, сейчас у нас можно смотреть, опять-таки, должны идти фильмы, да, и пока российские фильмы, например, наши казахстанские фильмы, отечественные. И пока кто-то из авторской группы этих фильмов не обратится в наши правоохранительные, карательные, как хотите в этом случае назовите органы, да, это все может идти совершенно спокойно. Я правильно поняла? Ну, конечно, должно быть заявление человека конкретного, чьи авторские права нарушены. Какие случаи легко организовать? Опять, опять страшилка. Да не страшилки, чтобы реальность. Согласно поправок, автор может написать, что на этом ресурсе, предложить книшот, на этом ресурсе вот попирает мои права. Я уже говорил, что пользователи, да, они там 3-4 тысячи роликов, да, в день заливают, да, на, допустим, на тот же киви. Понятно, что они могут залить какой угодно контент. Если правообладатель присылает, ну, как вот со всеми происходит, то есть как мы сейчас работаем, присылают, допустим, ссылки правообладателей, да, по сути киви их удаляет, вопросов нет. Но по существующим поправкам не за отказ удалять, а за факт самонахождения ресурсы будут нести наказание. Это нонсенс. То есть интернет так не работает. Этого нельзя. Поправки сырые, их надо менять. Давайте пригласим в студию, минуточку, давайте пригласим в студию еще одного представителя нашего шоу-бизнеса, чьи песни и клипы очень часто скачивают из интернета. Причем бесплатно, конечно же. Встречаем, Шухрат, лидер группы «Алдавай». Здравствуйте, присаживайтесь, пожалуйста. Скажите, а как часто клипы и вашей группы смотрят в сети и скачивают? Где-то год назад я был на ютубе, специально, почему год назад, то есть я недавно там был. Год назад я нашел клип «Алдавай» у кого-то на профайле, без тебя песня. У него на тот момент было более полтора миллиона просмотров. И со всего мира, хочу сказать, потому что документы были на разных языках. Скажите, а как попадают в интернет ваши клипы? Вы их сами туда закачиваете или вы даете кому-то на это полномочия, или это может сделать любой? Я их туда не закачиваю, но, безусловно, я одобряю эти размещения. А вот вы сами с каких-либо интернет-ресурсов скачиваете? Видео или музыку? Было пару раз. Я вот сейчас слушал эту беседу, да, я могу высказать свое мнение? Конечно. Безусловно, я против этих поправок, и скажу даже больше, они ущемляют свободу и наших граждан, нормальных, и артистов. Я сам тот человек, который и создает контент, и продвигает его, я являюсь и автором текстов и песен, я являюсь продюсером. То есть могу сказать все подноготно. Вот, допустим, в этом плане, говорят, там, вот, прикрываться такими намерениями, что мы эти защищаем артистов. А чего вы защищаете? Я начинал петь еще в 2000-м году. От моей популярности вы меня защищаете? Да, я начинал петь в 2000-м году. Об интернете тогда слухом не слышали вы никто. И я скажу, на альбомах и на продажах дисков мы не поднимались, не зарабатывали. Как были, да, концерты, так и они и сейчас есть. Более того, интернет продвигает популярность. Сейчас как у нас круто? Если у тебя там больше, скажем, 100 тысяч просмотров, ты крутой, ты артист. Не об этом ли мечтает средний телезритель? Он хочет смотреть то, что ему нравится, а не то, что стоит по программе. Интернет дает такую возможность. Хочешь смотри, хочешь нет. Если он реально создал качественный продукт, он реально будет крутым, он будет популярным. Нет, тогда отдыхай с одним просмотром, понимаете? Да, вот я хотела как раз... Это известный рэпер Карандаш, сегодня гость нашей студии. Кроме того, друзья мои, он пиар-директор одной из крупнейших сетей интернет-клубов в нашей стране. Я слушаю вас. Да, так и есть. Я, кстати, здесь тоже хотел добавить. В Древней Греции в театре так и было. Когда не нравилась игра актера, когда не нравилась постановка, актеры били. Когда нравилась, тогда и возвышали его до небес, воспевали в песнях. Вот, и это, мне кажется, абсолютно правильно. И правильно, что защищаются права потребителей, так скажем, нарушая авторские права. Извините, пожалуйста, там... Когда я, например, скачиваю фильм, ну не скачиваю, хорошо, покупаю дорогой диск, и фильм оказывается плохим, мне хочется вернуть эти деньги, мне хочется... Все же нужно воспитать культуру потребления. Я вам скажу о себе, что абсолютно все правильно сказано. На дисках не зарабатывается, зарабатывается на концертах. Но человек, которому нравится чье-либо творчество, он обязательно купит футболку твою. Он обязательно купит, твой диск пойдет. Мне нравится фильм, я его куплю на Blu-ray, чтобы посмотреть с друзьями. Нужно воспитать в культуру в людях потребление качественного лицензионного продукта. А доступность этого продукта нужно сделать абсолютно свободной. Мне кажется, это абсолютно правильно, и у меня тоже размещены песни и платно на платных сайтах, которые предоставляют за деньги скачивания. И он на моем официальном сайте бесплатный, и ВКонтакте это бесплатно, и продаются диски. То есть вы никогда никаких претензий по этому поводу к интернету не имеете? Конечно, конечно. Кому нужен фетиш? Вот мне нужен фетиш, я люблю полистать буклетик. Я куплю обязательно диск, мне это нравится, я хочу, чтобы копеечка упала артисту. Но одновременно есть плохие артисты, но я еще не знаю, что они плохие. Поэтому мне не хочется сразу покупать лиценный диск. Мне нужно понять, хорошо это или плохо. Вот и все. Да, слушаю вас. И просто исходя из этого, я говорю, это ущемление прав как артистов, так и обыкновенных пользователей. Потому что сейчас куда им еще идти, да? Нет какой-то национальной идеи, если об этом говорить, там заводов таких нет. Все сидят в интернете, и тут им перекрывается возможность проводить свой доступ, общаться на интересных сайтах. А тогда спрашиваются, а кто все это двигает, кому это надо? Вот эти вот артисты, среди нас нет консолидации. Мы говорят, учите закон. Где вы видели артиста, который будет закон учить? У него правая часть стороны, развита мозг, левая, неразвита, понимаете? Может быть. Он не будет учить законы, иначе он просто перестанет быть артистом. Поэтому кто тогда это продвигает? Неужели все артисты консолидировались и сказали, не крутите нас? А здесь, как уже было тут до этого сказано, интернет представляет большую силу. И кто-то хочет эту силу оседлать и зарабатывать деньги, понимаете? И поэтому он лобирует какие-то непопулярные законы. Иначе бы не было бы такого социального взрыва, который произошел вследствие принятия этих поправок. То есть, опять же, я могу предполагать, что здесь просто чьи-то интересы, а обычные пользователи и артисты, они страдают. Мне просто бесит то, что прикрываясь там флагом артистов, там, или там защитой прав, благими намерениями, проводятся какие-то свои хитрые, непонятные схемы, посредством которых просто все, большинство остальное, она остается не у дел. Понимаете? Мне это абсолютно не нравится. Знаете, на самом деле, если убрать всю эмоциональную часть, на самом деле ничего не произошло такого великого. Государство просто четко определило, ребята, вот если будут нарушаться чьи-то права, то будет такая-то ответственность. Вот в данный момент мы видим, сам исполнитель, сам автор, правообладатель, если он хочет бесплатно, никаких проблем. Нет, понимаете, ведь получается, у нас, если до сих пор правообладатели молчали, до сих пор. Так не ограничивает никто. Управляющие компании, которые управляют правами, они обладают аккредитацией, которую выдают им государство. Что она дает? Он, эта компания, имея аккредитацию, может прийти в любое заведение или в любому человеку, кто пользователь этих прав, и сказать, а давай мне деньги за него, неважно, он не этот договор с этим правообладателем, нету. У него есть аккредитация. Понимаете, и она ходит, и как бы... То есть, как артист, ни разу еще деньги ко мне не пришли, с моих прав. То есть, артисты даже... Вот честно, кто-то ходит, запрещает в кафешках мои песни крутить, но еще ни разу копеечка мне не упала. Артисты даже не знают, что кто-то за них собирает деньги. Вы понимаете? Здесь просто попахивает коррупция. Так получается, на самом деле, вот я и говорю, да, о том, что надо не интернет какие-то поправки принимать, на самом деле, да, а что-то решить с авторскими законом об авторских и смежных правах. То есть, сначала, чтобы потом уже делить деньги между... Что на интернет-то закинулись? Не, ну хорошо, да никто не накидывался. Просто государство определило свое отношение. Поэтому, если в данной ситуации, если в данной ситуации правообладатель решил, да, окей, я использую интернет для своего продвижения, соответственно, вот он является членом авторского общества, которое я возглавляю, Тимирлан, никаких претензий, все нормально. Да, пожалуйста, я даже не сдвинусь с места. Вам когда-то, вот, допустим, у нас не было еще этих поправок принято, кто-нибудь, когда-нибудь, за всю историю существования Казнета у нас, да, кто-нибудь обращался к вам и говорил, нет, ты представляешь, сволочи, опять мой клип зафигачили, я прошу прощения, а я так этого не хотел. Да, обращались. Иван Брюсов еще в прошлом году обратился ко мне, Тимирлан. Вот я только что выпустил альбом, да, там, вышел тираж. Я не хочу, чтобы мои треки новые лежали на тех, на тех, на тех сайтах. В это время я уже знал, что идет работа в рабочей группе. Я ему предложил, говорю, подожди, вот сейчас, так сказать, депутаты решат, в какую сторону это пойдет. И тогда уже будем действовать. Поэтому я тоже не могу игнорировать автора, который является членом моего общества. Если завтра он скажет, на таком-то сайте я не хочу, чтобы висело, естественно, я обращусь, прежде всего, сначала на сайт, на каком основании. Если люди мне скажут, да, окей, как говорится, мы от Вани Брюсова официально получили бумагу, либо от его продюсера, тогда никаких претензий не будет. Потому что здесь нет такой задачи, что действительно закрыть. Потому что, естественно, мы понимаем, что это определенная популярность. Но все, опять-таки, зависит от самого правообладателя. Мы, юристы, ничего не можем сделать. И, естественно, на первый план выходит сама его воля, его знание своего права, как он будет двигаться. Поэтому никто не... Учисты никогда не будут заниматься изучением юридического права. Да, Таня? Никогда не будут. И кто-то хочет на этом просто... Вы знаете, вот сижу я, да, вот здесь, у меня такое вот ощущение, что компьютером гвозди пытаются забивать, понимаете? То есть мы... Вот то, что мы говорим, да, этот закон об авторских и смежных правах, это, господа, прошлый век. Это век hard copies, это век вот это, вот книжечек и прочего. Да, это век вот этих вот вещей, понимаете? Это не история про информационное общество. На самом деле она абсолютно права, потому что мы стремительно развиваемся, информация становится общедоступной. И вообще, если честно, если смотреть в корень, я не понимаю, почему артист должен бегать и говорить, я вот придумал 2-3 ноты и поставил там в определенной последовательности, дайте мне денег. Я никогда не видел, чтобы артист, который нормально там пишет песни или этот, чтобы он не был популярным и не обладал какими-то привилегиями в этом обществе, и даже если он не умеет считать деньги, все равно, ему все любят. Я за то, чтобы артист, в принципе, если он живет в этой стране, которая дала ему возможность развиваться, расти, реализовать свое творчество, тогда пусть он подарит вообще эту песню. У нас же есть народные песни, которые за столом поют. Я хочу, чтобы мои песни за столом пели завтра, понимаете? Тань, ну вот мы выслушали, да, две точки зрения. За копирайт, против, да? Вот ты-то где золотую середину, в чем ты видишь выход? А уже сказали представители пиратской партии. Есть замечательная альтернатива, называется Creative Commons. Вот давайте мы сейчас и послушаем разработчиков этой самой альтернативы. Рауан Кинжиханулы, встречаем гость нашей студии. Здравствуйте, присаживайтесь. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, а что вы предлагаете? Ну, предлагаем не мы, на самом деле. Это давно уже существует в мире, 10 лет. Наверное, нужно начать с того, что да, действительно, между авторским правом, в том виде, в котором он существует сегодня, то есть копирайтом и интернетом, есть большой разлом. И вот принятием этих поправок мы на самом деле этот разлом начали увеличивать. Но можно попытаться его сократить. И вот 10 лет назад американский профессор право сказал, что ну, надо как-то выходить из ситуации. Да, безусловно, нет другой альтернативы, кроме копирайта, как защитить интересы и права автора. Но в то же время... Ну, вот что конкретно вы предлагаете? Вот торренты нельзя, да? Закрыли торренты. И, соответственно, наше все сообщество, интернет-сообщество на ушах из-за этого. Что конкретно? Вот от чистого сердца, простыми словами, человеческим языком. Многие зрители не понимают вот интернет-языка. Им важно, можно это посмотреть в интернете или нет. Что вы предлагаете? Хорошо. Вот здесь есть авторы, которые готовы поделиться с тем, что они создали. Или частью того, что они создали. Но закон нам позволяет это делать. Но не прописано как. Вот мы говорим, вы хотите один из своих альбомов выложить в общественное достояние. Или, скажем, сказать, что я готов поделиться этим, если вы будете использовать его не в коммерческих целях. То вместо того, чтобы поставить C в кружочке, что есть копирайт, вы можете поставить double C, что означает creative commons. И тем самым вы даете знать и собственникам ресурса, и пользователям, что вы не против того, что ваш контент используется свободно, копируется, где-то как-то используется, ремикс делается и так далее, и так далее. Но, опять же, здесь есть огромные возможности. Речь не о том, чтобы взять и все творчество перевести в общественное достояние. Это тоже не будет, это нонсенс. Но в то же время вот авторы, которые здесь сегодня присутствуют, готовы поделиться своими произведениями и передать часть того, что они сделали, вот в такое свободное пользование. И очень много ресурсов, которые занимаются тем, что аккумулируют подобный контент и работают вполне легально. В частности, Википедия — это ресурс, который построен полностью на этих лицензиях, и люди создали величайшую энциклопедию в мире, основываясь на такой лицензии. То же самое касается, скажем, части Ютуба или такой конференции, как TED. Можно даже привести такой пример, что сайт Белого дома работает под Creative Commons и даже сайт Кремля. Потому что есть вещи, которые не для продажи. Они принадлежат обществу априори. Эти вещи нужно сразу же вставить в известность людей, пользователей, вообще сообщества, что этим можно свободно пользоваться и не бояться, что за вами придут. Это возможно. Шалкат, скажите, а было ли известно разработчикам этого закона об этой альтернативе, которую предлагают ребятам? Так это как? Она существовала и существует. Ну а почему это было неприемлемо? С юридической точки зрения, чем было неприемлемо? Можно я до конца отвечу? Ну, Роуан же ходит же и с каждым правоавтором договаривается. Это право каждого автора сказать, да, Роуан, он убедил меня. Я автор, он меня убедил. Я согласился, я подписал с ним соглашение. Вот сегодня у него легально, официально от авторов есть разрешение публиковать эту информацию. Потому что он находит аргументы, по которым он может объяснить, что ваш творческий продукт нужен просто интернет-сообществу. И он работает, и он это делает. Таня? Ну подождите, ну, как вы не понимаете одну простую вещь. Если есть Creative Commons, этот значок, значит мне не нужно уже бежать к этому автору. Мне не нужно писать писем в казахфильм или куда-нибудь. Я просто спокойна, что завтра не придет проверяющий и не закроет мой интернет-ресурс. Понимаете? Это вопрос. В данном случае Creative Commons стоит на стороне индустрии и пользователей прежде всего. И дает возможность правообладателям демонстрировать широту своей творческой натуры. Как раз об этом-то речи идет. Что автор сам принимает решение выложить это в бесплатный доступ. И потребитель, видя вот этот вот значок, он спокойно уже работает. Ведь мы о чем ведем речь? О том, что сами авторы, сами творческие люди не знают вообще закон. Тем более с такой позиции, зачем я буду, так сказать, изучать этот закон, если я уже передал права. Соответственно, у меня тоже возникает, смотрите, у меня тоже возникает вопрос к тому же Шавкату. Вот он сейчас говорит, я за то, что и так далее и тому подобное. Ну тогда такой вопрос. Почему тогда он передал права в прошлом году в общество, которое управляет его правами? Потому что вы позвонили и попросили об этом. Раун, скажите, а законно сейчас Creative Commons в Казахстане? Это законно? Это законно, потому что это не запрещено. А только лишь так? Понимаете, в нашем законе сказано, автор имеет право свободно и бесплатно распространять свое произведение. Но не написано как. Мы пытаемся объяснить, что можно вот таким путем это узаконить. 70 стран уже внесли, ну не понятие Creative Commons, но инструмент Creative Commons в свое законодательство. И просто нужно, в законе же есть значок копирайт, он прям описан, кружочек, си и так далее. Почему туда не внести и не написать, что если автор априори готов делиться, он может поставить кружочек и дабл си. Это делается во многих странах. Возможно и у нас получится. Нет, скажите, а вот этот значок, я просто совершенно абсолютный юзер, да? Вот этот значок можно подделать? И вот шлепнуть, а сам производитель, да, правообладатель не знает. Это не товарный знак, это не товарный знак. Это любой человек может на своем продукте написать там. А если это сделал не сам человек, который произвел этот продукт? Нет, вы поймите, что это международный знак вообще. Например, тот же копирайт, это международный знак оповещения о том, что у меня есть права на этот продукт. Если я поставил любой другой знак, там тот же креатив коммунс, какие проблемы? Хорошо, если вы сейчас согласны с тем, что говорит Руан, почему тогда это не было внесено в эти поправки? Да вы поймите, что это в законе не надо описывать. Почему? Потому что в законе четко уже написано о том, что у автора есть право либо бесплатно распространять, либо платно, и все. В законе сейчас написано следующее. Есть понятие аккредитованной организации, как уже сказал Шухрад, то есть авторское общество. Если оно аккредитовано, а аккредитацию дает Минюст, и таких вот авторских обществ у нас несколько, то это авторское общество может делать сборы, то есть собирать деньги с кафе, с кого угодно, с сайтов. Даже за тех авторов, погоди, дайте я договорю, я могу зачитать. Сайтов нету. Это то, что вы читаете, это та поправка, которая не была отзащищена в законе? Это пункт, который был в законе еще до поправок. В августе прошлого года прокуратура, проведя проверки в семи авторских обществах, и обнаружив, что почти половина всех собранных денег, а это 900 миллионов, уходила на собственные нужды авторских обществ, слава богу, некоторые из них закрылись, предписала, я так понимаю, Минюсту убрать данный пункт из закона, который, могу прочитать, скажу своими словами, который позволяет аккредитованным авторским обществам собирать деньги за всех подряд. То есть, какой смысл там договариваться с кем-то, я прихожу, какие там лейблы, там, Creative Commons, о чем вы? Этот закон нужен авторским обществам, которые просто-напросто привыкли гаишным методом собирать, ну то есть, бизнес вот таким методом, собирать деньги, приходить и говорить, я аккредитован. А где договор? Какой договор? Я аккредитован. То есть, это такой уникальный казахстанский опыт. И прокуратура настоятельно как бы предписала убрать этот закон. В этих поправках ничего об этом не сказано. Оно осталось в этом законе. Да, пожалуйста. Я хотел немножечко дополнить, да, вот есть несколько нюансов, о которых вот Роан говорит, да. Немножечко он упомянул, что вот правительство, правительственный сайт, например, да, правительство России, да, перешло на Creative Commons. Что это означает? Это означает, вот вы, наверное, заходили многие, да, на сайт Аккорды, да. Это сайт президента. Вы заходите и пишется так. Хотя мы, например, да, уже интернет-сообщества приравняли нас к СМИ, да. Они пишут как? Указ президента выходит, да, и пишется в конце вот такой-то указ, и там, о чем он, да, и дальше пишется, смотрите в СМИ. То есть на самом-то деле интернет-ресурс, он должен, вот, имея общественную значимость, да, законы президента, они должны быть там. И причем они должны быть в удобоваримом виде, то есть есть, которые свободными программным обеспечением пользуются, например, да, то есть документы оборотов должны быть единым. То есть я могу и в ДОСТе, например, скачать, там, и в любом, чтобы скачать. Первое. Второе. Почему, например, о чем разговор идет о Creative Commons, да, почему идет? О том, что, например, у нас есть сайт, например, там, премьер-министр, да, все его постановления, которые касаются, например, разных областей, да, жизни. Почему они там не появляются? Теперь смотрите, почему, еще один такой вопрос. Пиратские партии, за чего они борются? За то, чтобы была прозрачность государства. Что означает прозрачность государства? Чтобы люди, тот закон или то, что касается всего сообщества, да, чтобы мы могли в любой момент его взять и посмотреть. Правильно? Не было вот этот, вот почему дискуссию, да, вот эту большую... Вы знаете, да, я хочу, вот мы сейчас здесь ни к чему так и не придем, да, мы вот будем удаляться... Да, вот я, как работник цеха, изнутри знаю почти весь шоу-бизнес, могу вам сказать, не было консолидированного собрания с артистами и сказали, давайте этот беспредел прекратим. Было примерно так, а, поправки приняли, ну, там кто-то, я против, а кто-то, а я за, там, и все. То есть, тогда вопрос, а кто это делает? Что вы предлагаете сейчас? Я предлагаю, наконец-то, уже исходить из потребностей общества, а не из чьих-то узких интересов. Понимаете, кто-то пилит бабки, кому-то надо кормить детей, и он говорит, давайте защищать артистов. Ему плевать на нас сверху, понимаете, вот еще я хочу сказать. А вот, пожалуйста, здесь, когда мы говорим о Creative Commons, вообще вся эта дискуссия, в первую очередь, о Казнете, так, дело не в авторах, не в защите их прав и интересов, это совсем другая тема. Вот Creative Commons создавался не для того, чтобы решить проблему авторского права в какой-то отдельной стране или в мире. Дело в том, что идет фундаментальный сдвиг. Юзеры переформатируются в создателей. Больше авторы – это не цех, это уже все мы, потому что вот мы посмотрели сегодня три клипа, созданных простыми юзерами. Они использовали музыку, фотографии и так далее, и так далее. И это уже пиратский контент по нашему законодательству. Если кто-то его поставит на своем сервере или сервисе, он будет закрыт. Но это же прекрасно, почему мы должны двигаться в этом направлении? Мы говорим, что превращение наших детей в террористов, вот это перспективы, которые нам обрисовали, она неприемлема, потому что все создают, все участвуют в этом, потому что мой компьютер позволяет мне работать и с видео, и с аудио, и с фото. Так вот, давайте искать механизмы, которые нам позволят это делать. Вот Creative Commons... Хорошо, я тогда хочу задать заключающий вопрос. Что нам делать? Каждого я прошу сказать буквально в двух словах. На ваш взгляд, что делать в этой ситуации? Надо сделать шаг назад, отступить, отменить и пересмотреть. Пусть будут какие-то регулирующие нормы, я за. Но только давайте не нахрапом, а действительно слушать тех, кто в этом заинтересован. А в этом заинтересован все мы, все общество Казахстана. Спасибо. Слушаю вас, Рон. Как вы считаете? Мы за то, чтобы поле свободное, поле общественное достояние расширялось как можно быстрее. И вот мы здесь очень много говорили про наши любимые фильмы. Мы пошли в Казахфильм и сказали, что ребята, вот это принадлежит обществу, людям. Потому что создано за деньги государства, и есть люди, которые ищут его. Отдайте нам его. Мы хотим его свободно, бесплатно под Creative Commons разместить. Казахфильм сказал, обратитесь в правительство. Мы пошли в правительство, и премьер сказал, прекрасно, ребята, это то, что нужно. Мы просто не дотеминулись, это нужно сделать. И мы пошли, пошли к авторам, Мухтара Уэзов. Его потомки сказали, проблем нет, нам это нравится. 50 томов Мухтара Уэзова должно быть свободно, доступно. И люди могут это читать, делать ремикс и пользоваться. Вот такое поле необходимо быстро расширять. Спасибо. Слушаю вас, Рон. Ваше мнение, что делать? Знаете, я отвечу словами пользователей. Какими словами? То есть мы провели голосование на сайте, порядка 250 тысяч голосов проголосовали, сайли против поправок. Больше 250 тысяч голосов. То есть это открытая информация, многие об этом знают. Мы считаем, что надо эти поправки в части интернета, по крайней мере, отменить. Если требуются какие-то формулировки вводить, надо общаться с экспертами, да, то есть мы являемся экспертами. То есть сайты, которых это касается, необходимо вести диалог. То, что сейчас произошло, это просто из ряда вон выходящее. Спасибо. Ирлан. Самое главное, чтобы все было справедливо. Творческая часть и творческие деятели, чтобы находились в достатке, и чтобы их права всегда были защищены. Это очень важно. Спасибо. К экспертам у меня такой вопрос. Как вы считаете, в связи с этими поправками можно сказать, что Казнет из ДЭД? Абсолютно речи об этом не идет. Сегодняшняя дискуссия в очередной раз показала о том, что люди дискутируют о том, чего они сами не знают, никогда не открывали. Прежде чем принимать ту или иную сторону, нужно просто прочитать этот закон. Спасибо. Татьяна. Казнет из ДЭД, ноу. Казнет не умрет, нас не убьешь. Спасибо. Лев. На самом деле строгость законов обычно компенсируется, необязательность их выполнения. Я думаю, здесь это также произойдет. Поэтому Казнет, конечно, будет жить без проблем. Спасибо. Слушаю вашу ответ. Если признать, что Казнет умер, это значит признать, что у нас пиратская страна. Ну а поскольку у нас не пиратское легальное правовое общество, поэтому Казнет жил и живет и не держится на одном пиратском контенте. Спасибо. Рад слушать вас. Коротко. Казнет, естественно, будет жить. Это однозначно. Здесь даже вопросов нет. И то, что вот этот закон появился, вот такое обсуждение бурное идет, и оно вылилось на телевидение, в газеты, да, это вообще прекрасно. Почему? Потому что многие стали задавать вопросы, о которых, может быть, еще вчера не задавали. И государство, возможно, таким путем оно начало троллить на самом-то деле. Я очень рад, что именно такое обсуждение идет. Хотя еще такие обсуждения надо было производить на самом-то деле до того, как принимать этот закон. Спасибо. Я не слушаю вас. Я могу сказать лишь одно, как и юзер, как и пользователь. Смотрите фильмы, слушайте музыку. Мы, создатели всего этого, очень это любим. Интернет, он живой, как и язык. Он как-нибудь проживет сам собой. И мы на это повлиять не можем. Никто на это не может повлиять. Спасибо большое. Вы знаете, наша сегодняшняя программа еще раз доказала, безвыходных ситуаций не бывает. Это ток-шоу «Пятый угол». Мы встретимся, как всегда, через неделю на телеканале «Ярна». До свидания. Спасибо.